Всем привет дорогие друзья, с вами я Юрий Аксёнов, а это моя постоянная рубрика Gameplan, посвящённая обзору новых игр для Android. Сегодня, как и всегда, я представляю вашему вниманию 5 новинок, которые, я надеюсь, придутся вам по вкусу. Перед тем, как начать, хочу поблагодарить всех, кто ставит лайк и тем самым поддерживает канал. Первым в сегодняшнем списке идёт порт квеста от Devolver Digital под названием Dropsy. Игра в настоящий момент находится в режиме бета-тестирования, в котором каждый может принять участие. Однако заплатить за игру всё равно придётся. Халявы тут, к сожалению, нет. Сюжет игры рассказывает нам о Клоуне, который после того, как цирк сгорел, отправляется в путешествие, чтобы продолжить дарить добро и радость людям. По игровой механике игра является стандартным поинтинг-реквестом, пожалуй, лишь за исключением того, что система диалогов здесь полностью лишена текста, а выглядит как набор картинок, благодаря чему игра не нуждается в локализации. Визуальная игра выглядит достаточно крипово, и на первый взгляд можно подумать, что это хоррор или какой-то жуткий психодел. Но на деле оказывается как раз-таки наоборот, полный добра. Вам на пути своего путешествия предстоит помогать всем нуждающимся и делать их счастливыми. Разработчики игры словно пытаются нам показать, что внешность обманчива и, как оказывается, за жутким гримом Клоуна скрывается чистейшей души человек. Вторая игра называется FIE Swordplay. Это весьма качественная спортивная аркада, посвященная фехтованию. Основная цель игры заключается в построении успешной спортивной карьеры, то есть в участии и победе в турнирах по фехтованию по всему свету. По мере прохождения вы будете открывать новые удары и новые предметы экипировки, которые будут улучшать ваши характеристики. Помимо одиночного режима, есть в игре мультиплеер, в котором вы сможете сразиться с другими игроками, в частности, своими друзьями. Графически игра мне также понравилась. Теней, конечно, не хватает, но вот анимации весьма неплохи. Следующая игра LEGO Ninjago Vukryu. Она представляет из себя аркадный экшен, в котором вам предстоит проделать длинное путешествие, состоящее из более чем 60 уровней. Управление в игре максимально упрощено. Все, что вам необходимо делать, это только указывать, куда идти и кого бить. В игре присутствуют стелс-элементы. Вы можете прятаться в кустах для того, чтобы напасть на противника сзади. Не обошлось в игре и без системы прокачки, которая позволит вам улучшить свои навыки, а также разблокировать себе напарников, которые будут помогать вам в сражениях с противниками. В принципе, игра неплохая, но вот слишком упрощенное управление, на мой взгляд, все портит. Но, тем не менее, игра бесплатная, и в ней нет доната. Далее я хочу рассказать вам о платформере Poly & Marble Maze. Каждый уровень игры представляет из себя небольшую запутанную локацию, на которой вам необходимо собрать все кристаллы и добраться до финишного флажка. Управление в игре осуществляется с помощью свайпов и тапов. С помощью свайпов вы можете перемещаться, а тапы осуществлять прыжок. Визуальная игра может напомнить Monument Wallet, что скорее плюс, чем минус. Также говоря о графике, стоит отметить, что ее уровень можно настроить, с учетом мощности вашего гаджета. Всего в игре вас ждет три мира, включающих в себя по 20 уровней каждый. Завершает выпуск стратегия Forge of Titans. Здесь вам, управляя боевыми роботами, предстоит осуществлять атаки и нападения на различные военные базы. При этом вашей целью будет полное уничтожение вооружения противников. Точно так же вам предстоит обеспечивать защиту своей базы, чтобы другие игроки не смогли захватить вас. То есть, в принципе, игра очень сильно напоминает Clash of Clans. Однако здесь вам не нужно каждый раз формировать войско, а также вы полностью контролируете бой путем прямого указания своим роботом целей. На этом на сегодня все. Благодарю всех за просмотр и пока-пока.